Привет-привет, друзья мои! Привет всем остальным! Уже исправляюсь, видите, прям на глазах. Сегодня хочу вам рассказать то, что у меня спрашивают многие. Как вот прожить здесь, в Англии? Сколько что стоит и сколько обходится содержание машины. В общем, друзья, я сразу говорю, что внизу, пожалуйста, в описании под моим роликом я обязательно даю все ссылки. Я вам дам ссылки уже на те мои ролики, в которых я рассказывала о бенефитах здесь. Кто сколько получает, какие бывают бенефиты. Я также рассказывала о пенсиях английских. Какие бывают пенсии, минимальные, максимальные. Я также рассказывала о ставках часовых тарифных и о работе. Ну вот, ссылочки вам дам. Для тех, кто интересуется и хочет посмотреть, и не видел еще более обширно это все. Пожалуйста, открывайте, смотрите. Думаю, будет вам что-то интересное, познавательное. Может быть, узнаете для себя что-то новое. Вот. Что же касается сейчас, что я хочу рассказать. Ну, я, наверное, хочу рассказать вот в среднем, допустим, да. Сколько будет стоить жизнь среднего англичанина. По счетам, здесь счета коммунальные платежи, называется билы. Они приходят, utility bill ежемесячно или раз в квартал. Тоже по-разному бывает. Вот эти билы сейчас расскажу вам. Я расскажу вам, какие тут бывают налоги на недвижимость. И расскажу вам содержание автомобиля. Ну, вот, пожалуй, первое и самое легкое, о чем я могу сразу вам рассказать подробно, это автомобиль, машина. Во-первых, вы знаете, конечно, автомобиль стоит очень недорого. Можно купить БО-автомобиль в очень хорошем состоянии, с небольшой пробежкой в милях. Вот, можете купить недорого. Можно купить за тысячу фунтов. Можно даже иногда купить, если это мануал, то есть не автомат, коробка передач. Можно купить и дешевле. И посмотрите, я вам показываю эту прелесть, друзья. Я привела вас специально показать вам наших гусей. Вот, уже высидели они потомство свое, вот таких чудных гусяток. Сейчас попробую их покормить, конечно, тоже. Я пришла сюда для этого и буду вам рассказывать по пути. Содержание автомобиля, если вы его купили, даже недорого. И вы знаете, бывает такое, что вы могли найти и купить автомобиль, где-то которому пять лет подержаны или шесть. Или даже может быть десять, но он в хорошем очень состоянии, потому что здесь дороги хорошие, вы знаете. Вот, и вы купили его, допустим, за пятьсот фунтов. И вот вы будете безмерно удивлены, если вам придется платить за него страховку гораздо больше пятисот фунтов. Почему? Потому что страховка на автомобиле, она возрастает по мере возраста автомобиля, по мере того, насколько он изношен. Дальше вы должны за автомобиль заплатить дорожный транспортный налог. Я плачу в год за использование дороги 250 фунтов. 250 фунтов в год. Дальше вы должны проходить техобслуживание ежегодно. Техобслуживание стоит от 30. Самое дешевое, которое я могла здесь найти, это 30 фунтов. И вот, бывает 50-60 фунтов. Но техобслуживание у них тоже. В течение часа вам назначают заранее, без проблем. Вот, например, некоторые, если не хотят сами ехать в техцентр, вот в этот гараж, они могут позвонить, заказать, приедут домой к ним, заберут автомобиль, специальный такой менеджер, водитель. Он заберет ваш автомобиль, отвезет в гараж, вам там все сделают, и вечером его привезут. Но это, естественно, тоже будет стоить немножко дороже. Но все это делается без проблем, очень легко. Так, и дальше, конечно, если у вас какие-то неполадки, если у вас что-то надо поменять, например, вот я меняла колесо, я заплатила 50 фунтов за одно колесо. Вот считайте сразу в рубли, сколько это будет получаться. Дальше, что касается бензина. Бензин у них бывает дороже, бывает дешевле, точно так же. Но вот я хожу на заправку, езжу на заправку Теска, там бензин стоит 1 литр 1 фунт. Очень дорого. Вот я обычно заправляю 20 литров, полбака я плачу 20 фунтов. Вот такие расходы на автомобиль, если мы все это вместе сложим. Ну, значит, получается где-то 600-650 фунтов в год вам обойдется обязательные платежи на автомобиль. И плюс еще бензин, в зависимости от того, как часто вы используете машину. Это что касается автомобиля. Теперь, что касается коммунальных платежей за среднюю маленькую квартиру. Сколько она будет вам обходиться? Во-первых, здесь, как вы знаете, зимы практически нет. Но вот, к примеру, я плачу, если даже очень экономно, я использую газ и электричество. Вместе все это, вместе за газ и за электричество. очень-очень экономно. Я живу одна, как вы знаете, пользуюсь газом. Только для готовки. У меня, например, горячая вода, это бойлер, он электрический, греется титан. В общем, не буду я разделять, сколько за газ, сколько за электричество. Я скажу вам совместно. У меня получается 700, 600-700 фунтов в год. Это очень немного. Я считаюсь очень экономной в этом плане. Ну и потом, вы знаете, иногда уезжаю даже. Вот, получается дешевле. То есть, даже вот уже дважды меня проверяли, они поверить не могут, что я плачу так мало. И приезжали ко мне газовая компания. Менеджер приезжал. Еще какой-то проверяли и счетчик мой. Там есть счетчики, конечно, по воде, по газу, по электричеству. Естественно, все по счетчикам. И вот настолько они не верили, что у меня так мало выходит, что ко мне даже приезжали и проверяли, как на самом деле или правильно работают мои счетчики. Вот, как бы так. Поэтому, вот, когда мы, например, жили в Бангало, мы платили там намного больше. Мы платили больше в два раза. Но там была пятикомнатная, вот это вот, пятикомнатный дом большой. Поэтому и оплата была другая. Дальше. Это, что касается Белов, заводу. Вода здесь это самая дешевая услуга. значит намного дешевле, чем газ и электричество. Вода берется из-за того, что дешево. Они ежемесячно не выставляют вам счета, а выставляют вам счета квартально за три месяца. Ну вот у меня за три месяца где-то получается тридцать-сорок фунтов. То есть пятнадцать фунтов в месяц, можно так сказать в среднем тоже, да? Довольно-таки недорого. Дальше. Если вы пользуетесь с телевизором, заключается контракт, ну там у них много компаний, с любой компанией, вы заключаете контракт на использование антенны и подключают вас к этой общей антенне. Это получается где-то, знаете, от двадцати фунтов в месяц вы должны платить за использование телевизора. Бывает дороже. Смотря сколько вам там каналов вещания подключат и смотря ну вот на компанию, опять же, как я говорю. Ну то есть вот я говорю среднюю, наверное, минимальную даже. Двадцать фунтов в месяц вы будете платить за телевизор. Дальше. Что касается интернета. Интернет у них это, в общем-то, история очень сложная, потому что интернет плохой в Англии, опять же, хочу сказать. Вот не кидайте в меня камнями, что я опять говорю негатив, но это на самом деле так. Нет такого выбора провайдеров, как, допустим, в России, я знаю, в Москве, боже мой, каких только провайдеров не было, на те же МТС, на те же Wi-Fi, на интернет, вот, можете подключиться к скоростному, к такому-сякому, всякому разному, беспроводному, и я не знаю, конечно, сколько это сейчас будет стоить, но раньше я, по-моему, платила 600 рублей, в месяц, и это было у меня супер-скоростной интернет. Здесь же это все гораздо хуже и гораздо дороже, то есть, вот сейчас я подключилась, у меня компания Плюснет, с которой я постоянно тоже имею проблемы, то у них отключилась, то у них низкая скорость вдруг упала, то еще что-то, то есть, у них постоянно проблемы с вот, с этой connection, как говорят, со связью, и плачу я за все это удовольствие, вот сначала я заключила с ними договор, я платила 30 фунтов в месяц, а потом оказалось, что там настолько низкая скорость, что так как я свои видео загружаю, все это я сделаю через интернет, с своей камеры, я загружаю Wi-Fi на YouTube, и у меня бывало, что ролики так загружались в сутки, маленькие 10-минутные мое видео загружалось в сутки, можете себе представить, какой был ужасный интернет, я им сколько звонила, просила как-то улучшить, но это было все бесполезно, потом в конце концов они мне сказали, а не хотите ли вы поставить скоростной интернет, может быть, тогда будет лучше, потому что у вас он, да, действительно не очень хороший, но я говорю, сколько это будет стоить, они мне сказали, будет стоить 45 фунтов в месяц, то есть от 20 сразу 45, то есть вот бывает, если совсем хороший скоростной супер, по-моему, на Bluetooth, там 60 фунтов в месяц будете платить, я гуляю уже с вами здесь специально вдоль пруда своего любимого, и вот вы видели, я прошлась вдоль всего пруда, я вот сейчас подошла на самый конец, обычно здесь на самом конце вот уточки со своими утятками, чтобы их никто не беспокоил, вот я нашла одну единственную уточку с утятками, вот утяток раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь утяток, уточка и семь утяток малюсеньких, малюсеньких, только высидела она их, вот посмотрите, они просто крошечные, вот как-то странно, потому что было всегда намного больше этих уточек с утятками, это по-моему, как-то даже поздновато уже конец мая, чтобы вот таких малюсеньких утяток высидели, не знаю, уток вообще здесь не очень много, может быть, это связано с тем, что сейчас здесь заполонили все гуси и, наверное, притесняют этих бедных уток, потому что, видите, они вот здесь вот в самом конце этого пруда, с малышней со своей посмотрим, что тут будет, не знаю, ну и как вы обратили внимание, что у лебедей вообще нету детей, пока еще я не увидела ни одного маленького гадкого утенка, лебеденка, но зато только две семьи, вот в самом начале я вам показала, там было пять гусят, и здесь в конце два гусенка, тоже вот пара была, вы видели, когда я шла, может быть, обратили внимание, то есть очень мало, хотя вот и говорят, что тоже утки очень плодовитые, и как их тут популяцию, потом как это все регулировать, ну вот как-то, видите, наверное, природа регулирует, потому что очень мало уток, вон они малюсенькие, какие смешные, один даже выбрался на берег, здесь вот видите, для них сделаны даже вот такие вот камешки для малышней, потому что выпрыгнуть-то они не могут, они выходят вот с этого камушка на берег и вот так вот ходят, потом опять прыгают в воду, вот, что касается вот этих вот маленьких курочек черных, похожих на курочки водяные, вот они, посмотрите, вот сидит она, видите, вам видно, вот такая вот девочка, у них я никогда не видела, чтобы они вывели птенцов нет, не видела, вот может быть и выведут, не знаю, их много, но я так и не выяснила, как они называются, вот эти птицы, вот такое отступление, ну вот рассказала вам про интернет, так, вот еще, может быть, кто-то удивится, почему так дорого у них интернет, я могу еще сказать, тут такую историю интересную, что они всегда хотят этот интернет, даже если он у вас беспроводной, он будет идти через модем, я не знаю, может я что-то неправильно говорю, но обязательно через телефонную линию и через модем, вот, например, половина из этих денег, из 40 фунтов, 20 фунтов вы платите за телефон домашний, за линию телефона, которая вам предоставляется, если у вас нет телефона, линии, то, естественно, никакой интернет вам не подключат, что касается телефона, если вы хотите вот этот проводной телефон, стационарный, если вы его хотите использовать, он, конечно же, может быть использован вами, но там какой-то минимальный лимит, по-моему, 10 что ли фунтов, там сколько-то, 20 минут разговоров, по-моему, как-то так, и дальше у вас идет сразу тариф, то есть получается, что каждый звонок со стационарного домашнего телефона, если вы кому-то звоните, будет у вас платный, и, кстати, платный довольно дорого, я не знаю, тариф даже не заморачиваюсь, потому что я этот телефон вообще не использую, у меня просто куплена линия для того, чтобы пользоваться интернетом, ну вот, тем не менее, 20 или 18 фунтов, если быть точнее, я плачу именно за телефонную линию, так, ну вот, по-моему, я вам все сказала, что касается белов внутри вашей квартиры, это вот это все, что я вам перечислила, по-моему, так, дальше обязательно вы должны платить консултакс, так называемый, консульский налог, который платится один раз в год, или поквартально, или вы можете помесячно договор заключить, оплачивать, они вам будут присылать вот этот консультакс, это в зависимости от того, в какой вы, в каком районе города вы живете, в каком районе, там, деревушки вы живете, вот этот вот налог, он варьируется, самый дешевый, это категория А, и это будет 900 фунтов в год, 900 фунтов в год, вот этот консултакс, муниципальный налог на недвижимость, это входит туда уборка придомовых территорий, вывоз мусора, естественно, и какие-то, может быть, еще там, какие асфальт, они там, может быть, у вас улучшают тротуар или еще что-то, поддерживают в чистоте, вот за это вы обязаны оплатить, вот минимально 900, и дальше идет 1200, 1500, 1600, и до 2500, если у вас шикарный дом, в шикарном каком-то месте в таком престижном, то может доходить этот налог муниципальный до 2500 фунтов в год. Ну и последнее, пожалуй, наверное, самое трудное и непонятное, потому что я как-то пыталась объяснить и рассказывать, это вот граунд тренд, и вот еще налог, граунд тренд это налог на землю, то, что вы арендуете землю, на которой у вас стоит ваш дом, это платят все, и те, у кого в собственности дома, и те, у кого дома на длительное использование. здесь бывает несколько видов собственности. Самое первое, первый вид собственности, это, наверное, для всех более-менее понятный, называется freehold, то есть свободное владение собственностью, в основном это отдельно стоящие дома, вот бангала, наша бангала была freehold, то есть вы не платите никакому лендлорду, потому что вы сам хозяин, вы полностью несете ответственность за все, вы платите только consult tax, вот этот вот муниципальный налог, больше никаких налогов у вас нет, и налог на землю, да, еще больше налогов нет, лендлорду вы никакому не платите. Второй тип недвижимости, это вот этот вот называется leasehold, leasehold, это тоже собственность такая, один из видов собственности недвижимости в Англии, и по-моему даже не только в Англии, а и где-то еще тоже в Европе, но я не в курсе, я знаю, что здесь вот этот leasehold, это большие дома, которые имеют несколько квартир, вот в частности как у меня, вам эти квартиры каждому, сколько бы квартир не было, в этом доме отдается эта квартира, вы ее покупаете, точно так же, боже, как раскричались в гуси, ухожу, то есть, вот, вы покупаете точно так же, за точно такие же деньги, вот этот вот флат, квартиру, апартаменты, как тут можно по-разному назвать, вот, довольно дорого, и потом, так как эта собственность у вас оформляется по договору от 125 лет и до 900 лет, бывает вот такой длительный договор аренды на 900 лет, вот, бывает, в основном, чаще всего бывает на 125 лет заключает такой договор, вот, потом, конечно, его можно продлить, это, наверное, без проблем, но за каждое продление платит где-то 2,5-3 тысячи фунтов, вот, за продление договора, но это вот такое разовое, опять на 100 лет продление договора, вот это все так происходит, никогда я не слышала, чтобы кому-то отказали продлить договор, если человек попросил, но бывает такое, что человек умер, и никто там дальше не продлил, и тогда, конечно же, эта квартира остается в собственности вот этого домовладельца, бывает там еще общее владение, коммунальное, так называемое, холдер, по-моему, коммунал холдер, но это я уже даже не буду вникать, потому что все равно очень далеки наши русские люди от этого не понимают, и абсолютно не нужно это все знать, вот, то есть вы поняли, что платится еще, значит, на муниципальный налог, и вот этот вот лесхолд, так вот лесхолд тоже в зависимости от того, какой дом, в зависимости от того, какой лендлорд у вас, это бывает от 800, нет, от 500 фунтов в год, тоже выставляется за год, от 500 до полутора тысяч в год, вот этот лесхолд налог, вот такие здесь затраты на недвижимость, на содержание автомобиля, не считая самой жизни, это только самое необходимое, то, что я вам рассказала, пожалуйста, приезжайте, покупайте вашу недвижимость, и живите, наслаждайтесь жизнью, а на этом все, всего вам доброго, пока-пока, пока-пока, пока-пока,